Были случаи, когда я приезжала в город, и отелей не было, и меня ночной сторож одного из отелей пустил к себе в подсобку, оставил там, не чтобы переночевать, но на утро, потому что было уже 5 утра. Он меня там посадил, сказал, вот тебе софа, тут есть туалет, тут я сейчас где-то не случаюсь с печенками, располагайся, а в 10 утра будет чек-аут в нашем отеле, и, возможно, найдутся какие-то номера, свободные комнаты. Свободных комнат в этом отеле не оказалось, но он нашел другой отель, в который меня в итоге поселили. И когда я пыталась каким-то образом его отблагодарить, у меня были несколько сувениров из России, ну, я пыталась ему дать деньги, он их не взял. Сказал, что для него это обидно, потому что я турист его в стране, и ему важно мне помочь. Но российский сувенир, маленькую стульетку покрашенную из бежели, он забрал, сказал, что даст свои дочери, и что для него этот подарок более ценный. Этот случай мне тоже очень запомнился, потому что ночной переезд из Фагана в Шараз на автобусе, мне это не очень веселый занятий, когда тебя таксист возит по 5 отелям, и они все биткомны, ты понимаешь, что время 6 утра, ты хочешь спать, а спать тебе негде, тебя пускают в подсобку. Это просто лучше, чем пятизвездочный отель, потому что ты можешь просто лечь и уснуть. И таких ситуаций было очень много. И самое удивительное, когда я вернулась в Москву, буквально в этот день мне позвонил мой хороший друг, который живет в Дагестане, и говорит, где ты была, у тебя был выключен телефон, и я тебе звонила. Я говорю, я была в Иране. Он говорит, ты ездила по работе или сама по себе? Я говорю, я ездила сама по себе. Он говорит, как тебе исламисты не доставали? Я говорю, какие исламисты? Он говорит, ну как, в ранний раз нет исламистов? Я говорю, я них и не встречала. Он говорит, наверное, ты плохо смотрела. И меня очень удивило, что человек, который сам принадлежит к мусульманской религии, имеет вот такие странные какие-то представления о стране, которая, в принципе, очень дружелюбна, как внутри самой себя, так вводит очень миролюбивую политику внешнюю. И на этом примере мы можем убедиться, насколько сильно зависит все от того, по каким углам мы на что-то смотрим. И если вы хотите что-то понять, что-то увидеть сами, вам нужно не слушать никого и все-таки просто это сделать. Субтитры сделал DimaTorzok